Друзья, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем яблоко на ветке. Это моя фотография. Сейчас намечу композиционно, как это будет выглядеть, и потом подробнее прорисую детали, которые хочу показать. Ветку сделаю вот так, фрагмент, да, у нас будет по диагонали. Здесь крупным планом у нас располагается яблоко, и от него идут листочки. В принципе, композиционно тут листочков мы добавим. Сейчас я нарисую более детально рисунок и покажу, что получилось, чтобы вы могли срисовать. Вот смотрите, у меня получилось такое яблоко симпатичное. Здесь я наметила, на одной стороне у него капли от дождя. Я сейчас буду использовать маскировочную жидкость. У кого ее нет, можно без нее обойтись. Я им покрою, жидкостью покрою капли. Нужно подождать, пока она просохнет. А вообще, вы можете поставить на стопы и перерисовать пока что, что очень долго делать. Рисунок прям онлайн. Лучше мы акварелью поработаем более детально, подробней. Вот, покрываю капли, да, и они должны высохнуть. Итак, я беру тонкую кисть. Пока капли подсыхают, я поделаю немножко листики. Итак, давайте возьмем для них сиену жженую. Аккуратно. Водички побольше, да, светлые достаточно. И закрашиваю здесь у листиков ножки. Закрашиваем, значит, аккуратненько вот эти вот ножки. Собственно, у этих листочков тоже, да, веточки, хвостики. Так, теперь сам стебелек, ой, так, ветку. Ветка у меня будет сепьи. Сепью, побольше воды. Возьмем. И аккуратненько я ее закрашиваю. Все вы делаете кисточкой нолик, но можно взять единичку. В принципе, у меня что ноль, что единичка. Закрашиваю, значит, и водичкой, да, она у меня уходит. Теперь здесь аккуратненько. Ну, это не спеша, очень нужно сконцентрироваться. Детали мелкие достаточно. И тут важно сохранить форму пятна. Сюда. Вот. И, собственно, вниз она уходит. Ветка. И продолжается здесь дальше. И как бы растворяется в пространстве, ли вам сколько я фрагмент в задело. То есть вот здесь водичкой я увела ее. По верхней части можно чуть-чуть кисточкой убрать краску сухой, поскольку там падает свет. мы ее убираем. Теперь сделаем слой для яблок. Капельки подсохли уже, я покрою его просто водой. Кисточку взяла потолще, это пятерка. Будем по мокрому первый слой делать, потом уже по-сухому следующие слои. Так, здесь у нас свет падает с неба, соответственно, сверху. Вот эта нижняя часть, она в тени. Давайте возьмем сверху, у нас будет краплак красный. Аккуратненько, да. Немножко я сюда в краплак добавляю аккадный желтый и закрашиваю вот здесь верхнюю часть. Больше надо все-таки вот, оно такое достаточно насыщенное, яркое. Так, вот этот краплак, да. Аккуратненько. И внизу оно зеленое. Теперь берем слой. Значит, я возьму желто-зеленый цвет, он такой достаточно яркий, немножко смешала с краплаком. И вот в эту часть нижнюю аккуратно его добавляем. Сюда, вот сюда, вверх. Ну пусть подсыхает, собственно, пока лучше его не трогать, чтобы грязь у меня не вышла. Единственное, здесь вот по форме хочется немножко вот так вот сделать. И сейчас сухой кисточкой я немножко протру, где вот свет у меня будет, да. По этой стороне, вот здесь уже освещено больше, вот эта правая часть. Вот, пусть яблоко у нас теперь подсыхает. Пока что можно сделать с помощью сепи вот этот вот хвостик. Потом будет у нас еще один слой, чтобы тут вырисовывалось наше яблоко, поэтому я решила сделать вот сейчас хвостик. И покруглее. Ну, в принципе, она так и есть. Все пока. Вот здесь вот такая немножко форма более круглая хочется сделать. Вот так. Все, яблоко сохнет. Здесь чуть подровнять пятно, как кривоватое какое-то. Порисуем пока вот листочки. Яблоки у нас пеют ближе к осени, соответственно, уже появляются желтые листочки, вот поэтому вот этот вот листочек я сделаю наполовину желто-коричневым. Давайте зеленый сюда добавим аккуратненько. А внутри он такой же будет. Прям сепию я беру, коричневый сухой лист. Так, давайте возьмем сиену жену. Немножко такого более теплого цвета. Так, и сохраняя вот эту вот веточку, да, мы вниз сведем вот этот листочек. Немножко желтого, да, сюда добавлю еще. Вот такой он у нас пестрый, остальные листочки мы сделаем поскромнее. Давайте начнем с этого. Я смешаю опять-таки кадмий желтый с зеленым. И вот тут такой длинный боковой край листочка закрашиваю этим цветом, заполняю аккуратненько. А пока у меня яблоко сохнет, да, тем временем. Также у листочка есть толщина. Вот такой контур мы должны будем оставить, такой подсвеченный. Возьму кисточку-тройку и внутри вот зеленым нарисую. Ну просто возьму зеленый, он так и называется. Можно немножко сюда голубого даже добавить. Такой-что цвет более интересный получился. И аккуратно я заполняю. Потом сухой кисточкой мои вот эти вот фактуру, прожилки всякие сможем показать. Аккуратненько. Еще у нас, конечно, такой ускоренный вариант. Тут можно достаточно долго все это прорисовывать. Фактурку, да, показываем немножко. С помощью тонкой сухой кисточки. Ну пусть подсохнет. Так, яблочко у нас еще достаточно сырое. Поэтому мы пока попишем, ну остальные листочки. Наверное, у нас на яблоке. Так. А, внутри, да? Здесь такой достаточно темноватый листочек. С палитры, да, я взяла прям цвет. А какие у меня там крики, это кошмар. Продолжаем. Вот здесь под темнение, да, вот рядом листик сделаем. Аккуратненько, боковую грану, потому что не особо тьми вышли. Так. И можно немножко там бирюзового взять сюда. Рядышком. Вот этот внутренний. Листочек сделаем. То есть он выворачивается, да. Опять-таки я оставила, то есть вот толщина листика. Виднеется, конечно, она не такая яркая. Пока так. Так, давайте пока поделаем яблоко. Сейчас хочется вот ему тень сделать. Тень. Я возьму немножко сепии. И пройдусь вот. Ну, собственно, там где тень. Вот здесь. Вот эта вот часть. Пептини. Ну, вот как бы и посередине. Здесь достаточно яркая часть. И зеленого еще возьму. Сепи я смешала. Вот в эту часть добавляю. Там вообще тень. Эта вот часть, она полностью в тени. Немножко она получилась, конечно, ярковата. Сепи больше добавить. Вот сюда. Так. В эту часть. Пусть сохнет этот слой у нас. Потом мы и будем делать. Сейчас я еще хвостик подправлю. Фактуру, да. Такие полоски яркие точно сделаем. И капельки, да. Так, пока делаем дальше листочки. Желтый я вот сюда подмешиваю, да, в палитре прям. И аккуратно вот эту вот боковую грань, она такая желтоватая у листика, я как бы закрашиваю. Так, внутри вот, может больше зеленого добавить. Вот. И водичку помешала, да, здесь вот посветлее можно сделать цвет. Аккуратненько. Лист сохнет. Сейчас в резьме вальса ускорено. Половинку листочка я делаю, и рядышком еще половинку. И к центру он там светлее водичкой вот так вот растушевываю. Аккуратненько. И еще один листик, да, с боку у нас карми желтый с зеленым. Внутри он потемнее идет. Зеленый возьмем. Внутри я уже заполню таким цветом. Сейчас что надо сделать. По ластикам я упираю капли. Мы сейчас сделаем фактуру на яблоки и нарисуем капли. Аккуратненько нужно убрать их. Даже не ластиком, а ведь я рукой убрала. И все, сдули. Сейчас мы сделаем на яблоке фактурку. Здесь такие полосочки с помощью красного рисунка. То есть есть. И по форме, да, они тут вниз. Такие достаточно симпатичные. Вот мы их показываем. Освещенные. Они могут быть, где свет поконтрастнее. Вот такой вот рисунок. Точечки, полосочки. Показываю. Немножко где-то можно вот там поярче, да, сделать. Более сочное яблоко. Здесь вот в тени оно уже не так видно. Сейчас я возьму сепии. И вот этот вот частичек немножко тоже покажу. Форма, да, яблоком у меня как бы потерялась там. Немного. Пусть подсохнет. Я сейчас порисую капельки. У капелек что есть? Есть тень. Вот здесь вот она как бы. А там блик, да. И, собственно, с помощью краплока. Там поярче это все цвет. Показываем цвет. То есть капли они тоже отражают цвет яблока, да. Ну и так по всем капелькам проходимся. Здесь вот краплок красный. И потом тени сделаем. Тени блики на них буквально. Теперь такие тенушки сделаем. Аккуратненько. Достаточно тонкие. Можно поярче взять краплок, даже сепии смешать. Аккуратненько. И вот такие контрастные. Аккуратненько. 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 Вот только яблоко. Немного нужно упорядочить хвостик у яблока с помощью сепии. и сепей сделаем нижнюю гранью, часть вот улетки, она в тени, сверху у нас падает свет, здесь снизу у нас тень идет, здесь, здесь, вот эта часть, она вообще тут в тени, буквально, вот мы проходимся. Ой, кисточку чуть-чуть не уронила, показать фактурку, да, на яблоке, ну, на листочках, но тут на самом деле очень сложно вот прописывать фактуру, нужно много времени на такое все-таки небольшое видео, поэтому я думаю сейчас несколько штрихов таких последних, да, тут тени хочется, какие-то сделать, а также тени аккуратненько, тоненькой кисточкой на вот этих вот веточках, хвостиков, сейчас я покажу, вот на таких, так, посередине, тут хочется вообще лупу взять, иногда, так, здесь тоже посередине идет такая тень и более контрастная, вот здесь яблоко, да, я думаю сегодня закончу, можно очень долго это рисовать, не забывайте подписываться, до новых встреч, всем пока-пока!